Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании Город, приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Что делать? Дышать или учиться? Продолжается противостояние сторонников и противников строительства школы в лесопарке. Забрали победу из-за песни. Рязанскому бойцу ММА присудили поражение в финальном поединке гран-при Донской атаман. Забрали права, когда был не такой пьяный. Погоня закончилась задержанием нетрезвого автомобилиста. Три дня без отопления. Мастер-класс от жильцов поселка Строитель о том, как они справились с этой ситуацией. В последнее время рязанцы обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг лесопарка. В администрации города был вновь поднят вопрос о необходимости строительства новой школы в месте расположения зеленой зоны. Мы узнали, что думают об этом рязанцы, проживающие в непосредственной близости к парку. Иван и Сергей часто бывают на этом поле, расположенном в самом начале лесопарка. Здесь они выгуливают своих собак. Именно это место рассматривается как потенциально возможное для строительства новой школы. Учебное заведение действительно необходимо. Наблюдается нехватка учебных мест для детей, проживающих в Кальном. Однако горожане подняли вопрос о рациональности строительства школы в лесопарке. Местным жителям эта идея не нравится. Лично мое мнение такое, что это некая лазейка для наших застройщиков-олигархов для дальнейшего вырубки и застройки лесопарка. Потому что, когда строили в Кальном вот эти многоэтажки, высотки, никто не думал о школе. Места отдавались, город распределял это все. А теперь, когда задумались о школе, начали искать место, вообще не подходящее для этого абсолютно. Жители отмечают, что территория лесопарка им необходима. Здесь они могут заняться спортом, прогуляться с детьми. Кроме этого, они беспокоятся за безопасность тех юных рязанцев, которые, возможно, будут учиться в школе, которую здесь хотят построить. Даже вот если рассмотреть, как говорят, для Кального эту школу строят, да, для того района, детям придется идти больше двух километров до школы через шестиполосное движение. Это очень опасно. Плюс здесь не организован ни один правильный пешеход, ни одного знака пешеходного перехода нет. Бывают, тут бродят стаи бродячих собак. То есть, возможно, что-то и может произойти, не дай бог, конечно. Поэтому, ну, не место это точно для школы. Кроме этого, многие горожане обращают внимание еще на один факт. Ну, нужна школа, что я могу сказать? Правильное место, неправильное место? Ну, наверное, неправильное. И зона затопления, и зона отдыха людей. Более того, жители считают, что деревья нужно не вырубать, а еще больше внимания уделить существующему лесопарку. Я вижу необходимость благоустроить вот этот лесопарк для отдыха детей, для отдыха семей и так дальше. В этом есть большая необходимость, потому что здесь только одна улица выглядит, да. И праздничные дни, выходные дни здесь очень много людей. Это было бы здорово. А строить вот здесь какие-то жилые дома, и строить тем более школу, я не вижу в этом какой-то либо необходимости. На прошлой неделе в сети началось голосование на тему строительства школы. Каждый рязанец может выразить свою позицию. На сегодняшний день количество голосов за строительство преобладает. Все мои знакомые, все ринулись на этот сайт, регистрироваться и ставить свои голоса против. В момент была где-то на сутки невозможность зарегистрироваться на этом сайте. А голоса «за» прибавлялись с немыслимой скоростью. Страницу можно обновить было просто за секунду, прибавлялось по 5-10 голосов. Просто из ниоткуда. А люди простые просто зарегистрироваться не могли. В то же время неофициальные голосования в соцсетях показывают, что большинство рязанцев против строительства. Причем отрыв в таких голосованиях огромный. Горожане уже придумали, как они поступят в том случае, если строительство школы в лесопарке утвердят. Допустим, если все-таки будет принято решение здесь построить школу, и не будет принято решение построить школу непосредственно в том районе, для которого она предназначена, в Кольном, я предлагаю просто выйти рязанцам и посадить здесь по одному дереву. И, соответственно, показать свою позицию таким образом. Рязанцы говорят о том, что в городе есть другие места для строительства школы и просят обратить внимание на этот проблемный вопрос, а также прислушаться к мнению местных жителей. Ведь создание школы в этом районе приведет к вырубке деревьев, созданию подъездных путей и парковок, что негативно отразится на экологической среде города. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В нашу редакцию обратились жители села «Строитель». По их словам, третий день они вынуждены жить без отопления. О том, как люди справились с этой ситуацией, расскажет Семен Иванов. 23 февраля у жителей дома номер 5, корпус 1 по улице Поселковая, перестала функционировать подача горячей воды в систему отопления. В этот же день жильцы обратились в обслуживающий их дом ЖЭК, где им сообщили, что проблема возникла из-за аварии, и она будет устранена в ближайшие часы. В итоге проживающим по этому адресу гражданам без отопления пришлось находиться три дня. До сегодняшнего дня, 25 число, только в первом часу, во втором нам дали отопление. А так до сих пор мы сидели без отопления. Ни до директора, ни до кого мы дозвониться не можем. Маленькие дети у нас, мы сидим с обогревателями, зима, 21 век у нас. Помимо постоянных проблем с отопительной системой, жильцы дома вынуждены обращаться в обслуживающие их организации по ряду других вопросов. Вот дерево просим опилить третий год, и третий год оно стоит. Ветки ломаем сами, чтобы по окнам сетки вот рвут они нам. Вот все, что делает нам ЖЭО наше родное. Но это далеко не все трудности, с которыми приходится бороться жильцам этого дома. Возле второго подъезда в плачевном состоянии находится площадка, примыкающая к крыльцу подъезда. В августе прошлого года в этом месте меняли отопительные трубы. После завершения работ воду пустили, но площадку возле входа в подъезд не заасфальтировали до сих пор. Но вот эту яму не закапывают уже с сентября месяца. Когда такая же авария произошла около ЖКО, они, извините меня, сделали все это одним днем и заасфальтировали. У нас это вот так и есть. Уже пошел как бы второй год. А ВОЗ и ныне там. В этот раз работы по ремонту труб в третьем подъезде, по словам местных жителей, проходили ненадлежащим образом. Так, рядом с крыльцом подъезда до сих пор лежат остатки старых отрезанных труб. В подъезде не забетонирован пол. У жителей сложилось ощущение, что работы просто не завершены. Как долго жильцам этого дома в поселке строитель придется мириться с подобными трудностями, остается только догадываться. Семен Иванов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». У рязанского бойца ММА забрали победу из-за песни, под которую он вышел на бой. После финального поединка в Воронеже с участием бойца рязанского клуба единоборств «Арта» Михаила Коробкова разразился скандал. Разбираться будут в Москве. Окончен первый финальный поединок турнира «Донской атаман». Результат объявлен, и вот реакция зрителей. Все три раунда рязанский боец, очевидно, доминировал на ринге, демонстрировал свой особенный стиль. Эффектные броски, грамотный, стратегически продуманный ход поединка, абсолютный контроль ситуации. Казалось бы, у соперника из Москвы, султана Али Давудова, ни единого шанса на победу. С перевесом в один балл, 29-28, в этом бою победу одерживает Султан Али Давудова. Зрительный зал скандирует Рязань. Речь победителя москвича никто не хочет слушать. Результаты боя явно противоречат здравому смыслу и тому, что зрители только что видели своими глазами. Однако объяснение происходящему сразу же последовало от руководителя промоутерской компании по ММА «Донской атаман» и вице-президента Федерации ММА Воронежской области Антона Фетисова. Вы можете кричать, можете показывать на культурное поведение. Это лицо. Вопросов нет. Я могу сказать одно. Этот человек, который вышел из клуба арта сейчас, вышел под музыку мой король Люцифер. Ничего. Ничего. Завтра мы выйдем под музыку. Мой король Чихотила. Мой король Китлер. Мой король еще. Но я могу сказать одно. Не за это умирали мои предки. И вот мои друзья-горцы поддерживают меня, чтобы у нас просто поставляли сатану. Итак, победа в спортивном турнире, где результаты, по идее, определяются спортивным мастерством, как выяснилось, зависит не только от умений, навыков и подготовки противников. Красивая традиция выходить в октагон под музыку в мире единоборств существует давно. Каждый боец выбирает композицию, которая настраивает его на нужный лад, успокаивает или наоборот ободряет, а может быть просто нравится. И ограничений или регламентов нет. Скажем, на том же турнире бойцы выходили под композиции, в которых использовалась ненормативная лексика. Представитель Рязанского клуба арта Михаил Коробков выбрал композицию метал-рок группы «Коррозия металла» песню «Люцифер», написанную в 1988 году. Просто мне нравится эта песня. Там очень классная мелодия, очень классная игра на электрогитаре, которую я обожаю. В смысле электрогитару обожаю. Ее звуки дивные. Сам мечтаю научиться играть, и если я пройду в каком-нибудь магазине и буду стоять электрогитара, я обязательно возьму ее в руки и потрогаю. А то, что там слова, не слова. Я просто выбрал песню, в которой русские слова. Просто было понятно. Да и вообще она должна быть устрашающей, гневной. И вообще это шоу. Я вышел, устроил шоу. По-моему, это офигенно получилось. Музыку обычно присылают заранее. Боец не сам вставляет флешку куда-либо и выходит под то, что ему в голову взбредет. А все это приходит на утверждение за определенный срок, за месяц, за неделю. Организаторы были извещены об этой песне. Ситуация взорвала интернет. Спортсмены, болельщики, любители единоборств всей страны комментируют информацию, которую один за другим выкладывают главные спортивные паблики о единоборствах. Интервью с Михаилом и подробный разбор истории опубликован на всероссийском ютуб-канале «Вестник ММА». И который день страсти вокруг рязанского бойца Люцифера, невольно оказавшегося втянутым в противостоянии с донским казаком, Антоном Фетисовым, не утихают. Мы решили связаться с независимым экспертом, сертифицированным судьей ММА из Санкт-Петербурга Александром Гребневым, который рассказал свою точку зрения об исходе поединка. Спортсмен из синего угла Коробков был более разнообразен в своей технике, в том, что он показал непосредственно на ринге. Он проводил тейкдауны, он осуществлял хоть минимальный, но контроль. Он наносил определенную стойки, плюс он осуществлял работу в партере. То есть он показал, скажем так, полный арсенал профессионального бойца ММА. По результатам трех раундов я отдал бы победу спортсмену из синего угла Михаилу Коробкову, потому что он был более универсальный. Александр подчеркнул, у каждого судьи может быть свое видение и вынести решение о победе в зависимости от убеждений можно любое. Но музыкальная композиция никогда и никак не влияла на исход. На моем опыте это тысячи поединков просмотренных. То есть были моменты, когда я просто ежедневно просматривал по 10-20 поединков каждый день. И такого, такого я не помню. Чтобы именно из-за композиции спортсмену присуждали поражение. Рязанская команда КСЕ «Арта» подала апелляцию. Разбирать результаты будут в Москве. Вердикт вынесут через неделю. Тренер Михаила Коробкова и идейный вдохновитель клуба «Арта» Артем Казбанов рассказал нам о своем видении ситуации. Михаил, по моему мнению, не только очень одаренный боец. Наверное, самый одаренный из тех, кого я встречал. И в этом бою он себя, наверное, процентов на 70 показал. Ну, по мнению нашей команды, Михаил победил. В этом не было сомнений. Но были готовы к такому развитию событий. Всякое бывает. И мы подали апелляцию. И эта апелляция будет рассмотрена в Москве на комиссии. Будем надеяться, что в нашу пользу. Михаил Коробков – профессиональный боец. Единоборства начались в его жизни дзюдо и самбо в 8 лет. С 22 лет занимается ММА и выступает в профессиональных боях. С 2016 до конца 2019 года был перерыв в занятиях спортом. Турнир «Донской атаман» – дебютный для бойца после возвращения в спорт. До выхода в финал Михаил одержал победу в двух поединках – в декабре и январе. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Смертность на дорогах иногда пугает своей статистикой. Но еще больше аварий со смертельным исходом происходит по вине водителей, находящихся в нетрезвом состоянии. В прошедшие выходные сотрудники управления ГИБДД по Рязанской области провели профилактический рейд «нетрезвый водитель». В ходе проведения мероприятия в поселке Лесной Шиловского района сотрудники ГИБДД обратили внимание на двигающийся автомобиль, водитель которого, увидев наряд ДПС, резко свернул с главной дороги на проселочную. Автомобиль ДПС проследовал за подозрительной машиной. Когда водитель увидел, что за ним следует патрульный автомобиль, он резко прибавил в скорости, однако после непродолжительного преследования не справился с управлением и в результате заноса остановился. За рулем внедорожника оказался 27-летний местный житель, который по всем признакам находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило последующая экспертиза, проведенная на месте задержания. Так, идет анализ. По вожду 0,160 у нас, то есть получается в три раза с лишним. В ходе проверки личности водителя было установлено, что молодой человек ранее уже лишался водительского удостоверения за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Документы делаете? Нет. Вообще никаких. Ну, права есть. Ну, здесь они или где? Ну, я лишил. Лишил. Когда лишали? Три года назад. Три года назад лишили? И что? Ну, не сдал. Лишили что? Да, запьяный? Пьяный тоже попался? Ну, не такой, как сейчас. Теперь водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет. Это задержание не единственное. В ходе рейда нетрезвый водитель сотрудниками ГБДД было выявлено множество случаев нарушения закона со стороны недобросовестных водителей. За прошедшие выходные в ходе проведения профилактического мероприятия нетрезвый водитель госавтоинспекции был выявлен 51 факт управления транспортным средством в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительского удостоверения сроком от полутора до двух лет. За прошедшие праздничные дни на территории Рязанской области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и 29 получили травмы. В области произошло 102 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами Дорожно-патрульной службы ГБДД выявлено 7266 нарушений правил дорожного движения, в том числе 51 факт управления транспортным средством в состоянии опьянения. Семен Иванов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В сети появилось видео удивительного ремонта одной из дорог в Касимовском районе. Жители деревни Лощинино выровняли ямы на дорогах с помощью обычных деревянных палок. Ямы между наростами льда едва не привели к гибели ребенка. Об этом говорят местные жители деревни Лощинино. Провалы в дорожном покрытии пришлось закидать деревянными палками, чтобы машины не застревали в ямах. Машины, соответственно, проехать не могут. Легковые машины садятся на брюхо. Сегодня Нива попала в колею, пыталась выехать, вырвалась из колеи, ее развернула и чуть насмерть не сбила нашего ребенка. Как пояснил автор видео, такая ситуация с дорожным покрытием произошла в результате того, что на дорогу от одного из домов стекает вода. Благодаря этому асфальт покрылся огромным наростом льда. Корку местами разбили ручьи, в ней образовались провалы, куда попадают машины. На ролике, который снял житель Лощинино, видно, как несколько машин пытаются преодолеть опасный участок. Одна из них попала в яму, ее пришлось столкать. Кроме того, мужчина поясняет, что на дороге нет тротуаров и пешеходы, поскальзывая, смогут попасть под машину. Не производятся никакие работы. Уже два года писались коллективные письма. Работы администрации никакой нет. Грейдер не ходит, песком не посыпает. В завершении видео мужчина отмечает, что для решения существующей проблемы он будет обращаться в прокуратуру. Если реакции не последует, он планирует направить письма в приемную губернатора Рязанской области и далее в приемную президента. Последняя неделя зимы в народе традиционно считается масленичной и связана она с широкими гуляниями. В Рязани конец февраля вот уже 20 лет ознаменован еще и Всероссийским фестивалем детского творчества «Солнечный зайчик». Об этих масштабных праздниках рассказали сегодня в администрации города. Ежегодно в начале весны на конкурс «Солнечный зайчик» в Рязань приезжает почти тысячи детей из разных городов и ближнего зарубежья. За 28 лет своего существования география городов-участников конкурса расширяется, а участники становятся студентами ведущих музыкальных вузов, лауреатами уже взрослых конкурсов, участниками ярких телевизионных проектов. В этом году открытие состоится уже завтра, 26 февраля. Мы, конечно, постараемся сделать так, чтобы конкурс наш прошел достойно, Самое главное, для чего дети приедут, а это получить заслуженные места, которые помогут им в дальнейшем уйти творческом, образовательном, потому что основная масса наших членов жюри – это педагоги самых уважаемых учреждений нашей страны по их направлениям. Вокалу, хореографии, и это, наверное, самое главное, для чего они приезжают. Стоит отметить, что в составе жюри профессиональные педагоги, композиторы, актеры, продюсеры и режиссеры. Закрытие конкурса – 1 марта, и в этот же день в Рязани отпразднуют «Широкую масленицу», как всегда в программе «Разнообразные гуляния». С 24 по 29 пройдут в парках мероприятия, а 1 марта мы ждем всех на площадку торгового центра «Кида» в 12 часов, в 14 часов у досугого центра «Октябрь», в 15.00 перед ДК «Приокским» на новой территории, и в 15.00 в Солочи. Хотелось бы остановиться мне на нашем основном празднике. Это 29 число с 13 до 19.00 в Центральный парк культуры и отдыха. Новая площадка для праздника – «Зеленый театр» в Центральном парке культуры и отдыха. По задумке организаторов, будет более удобной для людей. «Масленичная неделя» уже началась на территории лесопарка и идет с 24 февраля. Запланировано 32 мероприятия во всех районах города. Семен Иванов, Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Я с вами прощаюсь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok